Ну, в окончании весеннего шиномонтажного сезона еще раз напомним, куда уже не надо записываться, для того, чтобы переобуться. Автоцентр фаворит, самое безопасное место, его кто-то пытался похоронить, но вот судя по количеству автомобилей здесь в понедельник, я попрошу немножко довернуть камеру, понедельник, эй, дилеры, и эй, торговые центры, вот куда люди ездят. Они ездят в сторону озера Соленое, потому что здесь приятные цены, ведь за другими-то люди и не поедут из города. Сервисов высокого уровня не так-то и много в городе, шинных центров, имеющих должный выбор автомобильной резины и не тупой персонал еще меньше. Будем говорить честно, счет таковых единицы. Сегодня сейчас количество таковых увеличилось на один, в битву за клиентов вступил фаворит. Давайте продемонстрируем его возможности. Во-первых, ассортимент. Ассортимент народный. Колесо ведь должно быть каким? Правильно, круглым и недорогим. А такие тут и есть. Наименования всякие, цены низкие. Смысл бродить по базарам отсутствует. Кстати, как ни странно, но базар это не дешевое место. Во-вторых, отличия от шиномонтажек разных. И сейчас объясним. Не каждый шиномонтажник может слесарить. Здесь работают те, кто работает с головой. А голова понимает, что грязные руки от грязного колеса углаздают салон. Теперь перед началом работ колесо моют. Что должным образом скажется и на дальнейшей балансировке. Ну а как разбортовывать, смысла вам я втирать не вижу. Это и так понятно. Но вот обработать резину консервантом не каждый предложит. Дело в том, что надо же и вам понять, как должна храниться резина. В темном, прохладном и желательно влажном помещении. В небольших стопках. Либо на полках. Цены вниз. Это сразу понимаешь, когда в автомобильном центре «Фаворит» подходишь к экспозиции дисков. Потому что самые дешевые диски, они находятся на верхней полке. И самые дешевые диски на отечественном автомобиле от 1782 рубля. Но вы здесь чего не увидите. Вы здесь не увидите дисков на 16, стоимостью дороже 3500 рублей. К слову о том, что рядышком стоит мой автомобиль, на который я диски покупал за 6500 рублей за штуку. Вот так вот. Кстати, владельцы штампованных дисков. Это раньше вмятина на ободе выстукивали кувалдами. Но ничего не модно. Сейчас есть специальный станок дископрав. И ваш штампованный диск, принявший на себя удар бордюра или рельса, опять новый. Естественно, раз центр свежий, то и оборудование новое. И колесики на 22 оденут, и ранфлет забортуют. И в общем, проблем с этой процедурой нет, потому как есть третья рука. Станок шиномонтажный с такой примочкой. Но в общем, все тут делается правильно и недорого. Народу ведь иногда нужна дешевая коляска. И не всегда ему импорт подавай. Круглая? И ладно. На штамповке? Ну и что? А есть еще и кованные и литые диски от 2000 с небольшим. Так это вообще зашибись. Вот я только что попрощался с машиной инкассации. А фаворит это такое место, такое очень безопасное. Потому что сейчас постоянно здесь дежурит милиция на Круговом. То есть, господа оптовики, приезжайте, работайте. С вашими деньгами ничего не случится. И вообще, весна сезона 2012 удалась. Потому что здесь грамотно умеют работать с вашими колесами. Кроме всего прочего, здесь же еще и автомобильная резина-то различной ценовой категории. Причем люди могут выбирать именно ту, что круглая и недорогая. Потому что, ну, смысл переплачивать. Хотя есть, конечно, колеса, которые хотелось бы купить. Но об этом в дальнейшем. И это не автоцентр-фаворит. Фаворит же сделан для обыкновенных людей. Я, вы приезжаете сюда, берете карточку постоянного покупателя и получаете серьезную скидку. Так что, вслед за сезоном переобувки у нас сезон замены масла. К примеру. Продолжение следует...